Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас здесь в студии Александр Александрович Королёв, военный комиссар городского округа Люберцы, Дзержинские котельники Лыткарина Московской области. Естественно, будем говорить о призывной комиссии и вообще о работе военного комиссариата. Приказ по поводу призыва солдат есть, но он уже выполняется. Или есть какая-то отсрочка? И кого сейчас призывают в армию? Как это вообще все происходит и будет происходить? Добрый день! Давайте начнем с основных задач, которые возложены на военный комиссариат нашего города. Они заключаются в накоплении достаточно большого количества резервов из числа граждан, пребывающих в запасе, находящихся у нас на учете, из числа призывного ресурса граждан, которые подлежат призыву на военную службу до 27 лет, с 18 до 27 лет. Активно здесь будет пропагандироваться и внедряться допризывная подготовка, то есть граждане с 16 до 18 лет, которые первоначально становятся на воинский учет, они должны быть, так сказать, четко проанализированы, их состояние здоровья, их возможности, еще в период школьной скамьи, когда они находятся еще в процессе обучения в средних образовательных школах. Значит, кроме того, в год 75-й годовщины Великой Победы я могу сказать о том, что большую работу мы планируем проводить отделением социально-пенсионного обеспечения. У нас на учете стоит очень много заслуженных людей, ветеранов, которым мы, естественно, должны оказать поддержку всяческую, внимание и заботу. То, что касается непосредственно нынешней, вот сегодняшней программы, сегодняшнего разговора в отношении призыва граждан на военную службу, я могу сказать, что в это непростое время он начался по плану, естественно, сама по себе вот эта ситуация, она внесла определенные коррективы в нашу работу. Я думаю, что коронавирус в прямом переносном смысле во все щели проник, но тем не менее, руководствуясь постановлением правительства Конституции Российской Федерации, указом президента, министра обороны, приказом военного комиссара Московской области, мы разработали алгоритм действий, перечень документов и порядок действий в условиях работы, в условиях вот этой пандемии. А как проходит сейчас общение людей, которые работают в военном комиссариате, со всеми, кто приходит? Потому что, понятное дело, что это не только, возможно, призывники, которые приходят, ну, как положено, да, и там идет какая-то работа, ну, и просто люди, возможно, приходят за какими-то документами, по каким-то надобностям. Как налажена работа для того, чтобы вот инфекции, не прийди, Господи, ничего не случилось? Вот в начале нашего разговора я уже как бы обращал внимание на то, что мы сейчас работаем в особом режиме. В связи с пандемией, значит, есть особый режим регулирования самих взаимоотношений работников военного комиссариата и людей, которые приходят в военный комиссариат по обращениям, по, так сказать, вопросам, связанным сейчас как раз с началом призывной кампании. И поэтому все меры, соответствующие в этой связи, соблюдаются в военкомате. Они регламентируются соответствующими законами и приказами, которые существуют на сегодняшний день. Порядок работы, он определен четко, то есть обязательно должно быть два потока. Два потока, где один поток четко определяет работу, так сказать, призывных комиссий. То есть призывники у нас проходят отдельно от общего потока посетителей и работников военкомата. Это требование, которое у нас неукоснительно соблюдается. Значит, потоки разнесены таким образом, чтобы не соприкасались люди между собой и разнесены были по времени, то есть по временным интервалам. Значит, кроме того, существует дистанция, которая определена соответствующими, так сказать, правилами. Количество людей, которые мы можем одновременно, так сказать, запускать, оно не превышает 30 человек. И в процессе, так сказать, регулирования этих потоков мы создаем определенную дистанцию, которая безопасна с точки зрения медицинских показателей для сотрудников. Значит, на входе, значит, сотрудниками военного комиссариата производится запись призывников, которые пришли сюда для выполнения задачи, связанной с призывом. Значит, термометрия контактная, бесконтактная термометрия сразу, так сказать, по определению температуры тела у призывника. Значит, обработка антисептиком. Антисептиком, да, соответственно. И дальнейшее, так сказать, регулирование процесса, так сказать, прихода в отдельные кабинеты и к отдельным специалистам. А вот человек, который призывник приходит, он же как в маске должен заходить? В перчатках? Да, это вот тоже основной вопрос. Значит, ну, более сознательные граждане, которые, так сказать, выполняют распоряжение губернатора Московской области, то есть они уже приходят в масках, в перчатках, но те люди, которые не смогли в силу каких-то причин быть обеспечены этим, получают это все необходимое здесь на входе, прямо непосредственно на входе. Я вот не сказал, сейчас вот обращаю внимание, что прямо на первом этаже сотрудник выдает маски и перчатки посетителям, всем посетителям, без ограничения. То есть, еще скажу больше, значит, у нас доведен комплект выдачи до трех, по сути дела, комплектов на каждого призывника на сегодняшний день. В этом плане нам активно помогают главы муниципальных округов, главы городов, то есть мы активно сотрудничаем с ними и находим общее понимание в этом вопросе, потому что наша основная задача минимизировать все вопросы, связанные с рисками для здоровья наших призывников. Но вы же понимаете, все равно есть люди, которые, что-то им не нравится, что-то их не устраивает, какие-то сигналы идут. У вас что-нибудь подобное происходит? Вот в контексте нашего разговора тут за один день была, так сказать, мною изучена информация, которая в сетях была размещена Петербургским Советом Солдатских Матерей в отношении, так сказать, нехватки соответствующих масок, перчаток в Люберецком военном комиссариате. Значит, ну я, в общем, предлагаю прийти, посмотреть более детально, так сказать, пройти. Как этот механизм работает. Как этот механизм работает, да. Там все, что касается вообще в целом организации этого процесса, то есть это же легко можно посмотреть, так сказать, самостоятельно пройти. Никаких проблем я в этом не вижу для того, чтобы дать конкретную оценку всему происходящему здесь в военкомате. То есть для того, чтобы убедиться, вы предлагаете, в том числе и самим представителям этой организации, прийти проверить, для того, чтобы не было никаких, ну скажем так, либо голословных обвинений, либо действительно будут замечены какие-то недостатки. Тем более, что, я так понимаю, проверки у вас тоже какие-то работают? Да, конечно. Ваших начальников. У нас, естественно, предварительно, перед тем, как приступить к работе, нас проверяла комиссия областного военного комиссариата, которая давала рекомендации, указывала на недостатки, соответственно, и принималось решение в отношении, так сказать, наших дальнейших действий в этом вопросе. То есть, завершая вот этот фрагмент нашей программы, мы можем на сегодняшний день гарантировать молодым призывникам, что в военкомате сделано все для того, чтобы минимизировать все возможности заражения коронавирусом. С точки зрения соблюдения санитарных норм и, главное, с точки зрения организации работы по безопасности наших ребят, которых мы отправляем в армию, в военкомате сделано все необходимое для того, чтобы все было организовано нормально, и все организовано нормально. Ну, а если какая-то из организаций общественных захочет проверить, они могут прямо к вам обратиться, да, и вы их примите. Однозначно, то есть, в любой момент я могу, так сказать, дать соответствующее интервью или, так сказать, дать соответствующее объяснение, или, минуя меня, можно установленным порядком пройти через дежурного, посмотреть саму эту динамику, сам процесс, так сказать, вот этого всего, общения наших сотрудников военного комиссариата, членов призывной комиссии, с любым, так сказать, гражданином, который идет на призывную комиссию в наш военкомат. Я понимаю так, что если не приди, Господи, у кого-то температура, то у вас есть специальные медицинские... Специальные медицинские, так сказать, есть, во-первых, есть специальные люди, которые обучены, то есть у нас, не забывайте о том, что у нас медицинская комиссия находится на территории военкомата. То есть это же не просто так, что сотрудники неподготовленные могут там, так сказать, определять какую-то степень заболевания или какие-то решения выносить. У нас достаточно квалифицированные специалисты там находятся. И, естественно, меры воздействия тут же моментально, так сказать, принимаются. Мы тут же отправляем, уведомляем, соответственно, если это контактный больной, он по месту жительства, по месту лечебного заведения, где лежит, так сказать, его родственник, или он сам каким-то образом контактировал. Такие случаи у нас бывают, но быстро мы реагируем на эту ситуацию. Это все делается так, чтобы это было в пределах изоляции, чтобы не было возможности контактов дополнительных там внутри, так сказать, призывного пункта. Хорошо. Еще такой вопрос. Коль мы все-таки на теме здоровья остановились. Насколько сегодня годен вообще молодой парень в армию? Насколько они здоровы? Потому что везде идет информация, что поколение, очередное поколение, все хуже и хуже по здоровью у них данные. Или это преувеличенная информация? Да я не могу сказать, что идет тенденция к ухудшению в целом здоровья. Потому что мы уже направили более 70 человек в вооруженные силы на сегодняшний день. Но через призывные комиссии прошло, конечно, гораздо больше. Вот анализируя, собственно говоря, степень годности призывников, то есть состояние, общее состояние здоровья, я не могу сказать, что идет тенденция к ухудшению. Наоборот, мне кажется, что они большая масса ребят, которые занимаются спортом. Сейчас идет, конечно, контингент, который хочет служить в элитных частях. Естественно, они сами изъявляют желание. Качественный контингент идет, понял. Да, может быть, конечно, со временем я анализ какой-то другой, какие-то параллели проведу, какой-то другой анализ у меня получится, так сказать, по результатам исследований вот этих вопросов. Но на сегодняшний день я вам совершенно четко могу сказать, что наоборот, ребята идут вполне здоровые. Причем в элитные войска просятся. Идут и в кремлевские роты у нас попадают, и в специальные войска, специального назначения, и в воздушно-десантные войска. Приятно смотреть, когда наши земляки потом будут где-то в каких-то таких соединениях или элитных прославлять наш город, наш регион. И в том числе военный комиссариат, потому что он направил. Хорошо. Еще у нас есть пару минут до перерыва. Скажите, пожалуйста, а какие основные, помимо здоровья, что еще может человеку позволить не призваться в армию именно сейчас? Да, это вопрос такой, который вполне злободневный и основной вопрос. Кроме здоровья есть еще образование. Это естественно. То есть отсрочка, которая предоставляется человеку для момента окончания ему учебного заведения. То есть в соответствии с действующим законодательством много случаев бывает тогда, когда человек поступает, заканчивая бакалавриат, допустим, поступает в магистратуру. Или он продолжает учиться, потому что мы обязаны дать возможность человеку доучиться, получить специальность. И, кстати говоря, когда рассматриваем эти вопросы члены комиссии, мы внимательно прислушаемся к тому уровню образования и к пожеланию призывника, чтобы этот год, как всегда принято, иногда бывает говорить, некоторые говорят, что год выброшен на ветер, мы неправильно его используем в армии. Нет. Все сейчас направленности, так сказать, непосредственно в армейскую вот эту среду мы смотрим по уровню образования. То есть если человек технически подготовлен, значит, специализированные части, где есть технический уклон, где есть, допустим, войска связи, войска рэп, где это можно себя реализовать. И в работе на автоматизированных рабочих местах, так сказать, и программное обеспечение, и компьютер. То есть из такого... А если на трубе играет, то в оркестре. Да, если на трубе, то в оркестре. Если более здоровый парень, он спокойно идет в водной, спортивный, да, спорт-роты там, есть и учебные роты. То есть все, что угодно. То есть внимательно комиссия смотрит и присматривается к желанию прислушиваться самого президента. То есть индивидуальный подход. Индивидуальный подход. Сейчас мы вернемся. Через некоторое время, напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас сегодня в гостях Александр Александрович Королев, военный комиссар городского округа Люберцы, Дзержинский, Котельники, Лактарина, и все это, естественно, Московская область. Через некоторое время вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас здесь в студии Александр Александрович Королев, военный комиссар, товарищ полковник, военный комиссар городского округа Люберцы, Дзержинский, Котельники, Лактарина, Московской области. И вот прежде чем мы поговорим, собственно говоря, как проходит сама призывная комиссия, еще пару вопросов. Один из них касается вот чего. Альтернативная служба сегодня существует? Существует, да, в соответствии с законом, любой гражданин имеет право на альтернативную службу. Как военный комиссариат работает в этом? Работает в соответствии с действующим законодательством. То есть, если по своему внутреннему убеждению человек считает, что он пацифист, то есть он не имеет права брать оружие в руки, значит, соответствующие те организации, откуда его делегируют, должны подтвердить все эти вопросы. То есть, может быть, это, конечно, какие-то региозные организации, может быть, другие общественные организации. На призывной комиссии желательно, чтобы был представитель, чтобы не просто так человек голословно говорил, но, естественно, представитель, который подтвердил убеждения. И в соответствии с действующим законодательством мы имеем право предлагать ему какие-то другие виды работ. Но, как правило, эти ребята, уже я из опыта знаю, куда-то на почту устраиваются работать. А сейчас, кстати говоря, очень бы неплохо было, так сказать, я им буду советовать настоятельно в органы туда, в здравоохранение, в медицинское учреждение, для того, чтобы помогать. В общем, это будет и только плюс. А может, там профессию еще приобретут. А может, и профессию приобретут. Это действительно человек. Девушки в последнее время рвутся в армию. Они могут к вам прийти, военный комиссариат, сказать, хочу служить? Или как это? Конечно. Они не... Естественно, это... Но в основном это касается несрочной службы. В основном это касается направления поступления в высшие учебные заведения. То есть у нас же как бы делится... Такая градация есть. Есть люди, которые приходят устраиваться на контрактную службу. То есть желают посвятить себя профессионально заключить контракт. Ну и соответственно со всеми, так сказать, вытекающими сроками, которые, так сказать, определены в соответствии с условиями контракта. Есть люди, которые собираются всю жизнь свою связать с вооруженными силами. Вот из них очень много девушек. Это, конечно, радует, потому что, ну, в общем, они в большую массу училищ у нас девушки вполне могут спокойно поступать. Там и училища связи, там и училища противовоздушной обороны могут быть частично, так сказать, где там задействованы, так сказать, могут. То есть женщины-генералы нас тоже не удивляют. Как сегодня происходит работа призывной комиссии, помимо даже медицинской темы? Да, я хочу сказать, что там даже не элемент работы призывной комиссии, а все возлагается согласно законодательству на призывную комиссию. Призывной комиссией, еще раз я напомню, руководит глава нашего города. Еще три комиссии, которые существуют у нас в других городах, которые входят в пределы, так сказать, работы с военкоматом, в пределы обслуживания военкоматом. Это Зижинский, Лыткарина и Котельники. Это отдельные комиссии, это четыре отдельных комиссии. Естественно, самая большая комиссия у нас в Дуберсах. Возглавляет глава муниципального округа эту комиссию. Есть резервный состав. То есть резервный состав, его заместитель, который, так сказать, такого не бывает. Ни одного заседания, чтобы, так сказать, комиссия проводилась без должностного лица, который имеет юридическое право какие-то обязанности возлагать на какого-то призывника отдельно взятого, принимать какие-то решения. То есть это коллегиальный орган. Военком – это заместитель председателя комиссии, который является, больше даже, можно так сказать, техническим работником. Потому что решение принимается коллегиально. Именно представителем управления образования, центра занятости, медицина, МВД. То есть все люди, которые, так сказать, задействованы в этом процессе, они все подписывают протоколы, соответствующие документы. И личные дела, которые, так сказать, в дальнейшем определяют судьбу этого молодого человека сроком на год. Я, пользуясь случаем, конечно, хочу сказать спасибо большое за поддержку, которую нам оказывает наш руководитель нашего города. И глава работает в этом направлении много. И заместитель, который делегирован по этим вопросам, так сказать, криворучка, вот Михаил Владимирович, он постоянно находится в инкомате. Каждый божий день там по 2-3 часа мы вместе с ним работаем, постараемся отдельно взятых граждан, если какие-то вопросы возникают, выслушать, посмотреть. Тут и представители депутатского корпуса у нас тоже самое присутствует. Если какие-то противоречивые вопросы вдруг возникают, потому что в любом случае какой-то процент есть людей, которые не согласны может быть по какой-то причине с решением комиссии. Но в любом случае, так сказать, мы работаем сообща, и это дело руководителей нашего города. Это не дело военкома, это решение юридическое несет, естественно, представитель комиссии за все происходящее вместе с членами, которые подписывают то же самое все соответствующие документы. А бывали такие случаи или в принципе невозможно, что семья, мать, отец, призывник, вот что-то им не понравилось, куда они могут обжаловать решение военной призывной комиссии? Есть такой механизм? Механизм, естественно, есть. Дело в том, что в соответствии с законом, он четко прописан законом. Дело в том, что если решение выносит призывная комиссия муниципального образования, то обжаловать это решение может только вышестоящая комиссия, то есть субъект. То есть призывная комиссия Московской области. То есть туда должны обращаться люди. Потому что бывают, кстати, хочу сказать, что в этих условиях бывают такие случаи, что есть люди, которые не до конца может быть дообследовался ввиду того, что больница, видите, в каком режиме работает, врачей не хватает, они не могут прийти вот в эти три месяца последних, кто-то забрать анализы, кто-то дообследоваться. И тогда таким образом они могут высказывать свои претензии, требования. На финальном этапе. На финальном этапе, да, на сборном пункте областного военного комиссариата. Хорошо. Еще такой вопрос, конечно, я помню раньше, как бегали, прятались, когда повестку, надо принять, если ты принимаешь повестку, получаешь повестку, значит, я уже в курсе. Вот сейчас вы гоняетесь за призывниками или уменьшился этот процент нежелающих служить. Мы за ними не гоняемся, у нас просто, так сказать, организована плановая работа, опять же таки, под руководством главы, опять председателя комиссии, то есть, и органов внутренних дел. То есть, у нас, значит, как это, механизм работает? Механизм, давайте я объясню, да, создана народная дружина на транспортных средствах с представителем военного комиссара, работника военного комиссариата и представителем соответствия МВД. То есть, как правило, участковой по адресам мы разносим эти повестки предварительно, оповещаем, чтобы так не получилось, что люди, которые приходят на призывные комиссии, говорят, что мы не знали, нас никто не уведомил, не уведомил, и мы, так сказать, не в курсе того, что происходит у нас вообще в целом, начался, не начался призыв. Вот эти люди, так сказать, оповещаются и, соответственно, потом им напоминают. А как оповещаются? Конкретно человек должен получить эту повестку? Конечно, то есть, существует целая система, так сказать, она такая последовательная система оповещения через органы, опять же таки, государственные власти, через жеки, которые, так сказать, завязаны, через общественные организации, которые включаются непосредственно в администрацию нашего города. То есть, как бы все стучатся и говорят, парень, у тебя повестка на такой-то день и на такое-то время. Да, да, да. То есть, у нас... Сколько раз повестки могут приходить? Ну, вот, первая же повестка он может, ну, забыть или уехать, куда-нибудь. Видите, город специфический, то есть, может человек здесь быть прописан, работать где-то в Москве, жить в Москве, в другом регионе, ну, как правило, в Москве живут. То есть, там повестки получают по месту жительства, соответственно, так сказать, либо родственники расписываются, либо... А если родственники расписываются, считается, что уже в курсе. Повестили, естественно, они должны его знать или где он работает. Соответственно, мы туда делаем запросы в те военкоматы, допустим, в другой субъект, ну, в город Москву. А вот если вы все-таки до него не добираетесь, я имею в виду, что и повестки отправляли, я уже не знаю, сколько сейчас, одна, две, три отправляются, что происходит? Как механизм работает? Не пришел человек, так в итоге не нашли его. Нет его в городском округе Люберца. В любом случае мы его находим, этого человека, потому что он все равно где-то зарегистрирован, где-то работает. То есть, согласно закону, он обязан в том месте, где он работает, в течение трех месяцев встать на воинский учет. То есть, мы его все равно, так сказать, извлекаем. у вас прям целая исследовательская работа? Ну, конечно, это же целая система работы. Она прописана приказами, так сказать, директивами. То есть, убежать сейчас от... Я именно говорю о тех людях, которые, ну, пытаются, скрыться от призыва. Учет того ресурса, который находится на территории города, населенного пункта, который обслуживает военкомат. Вот основная задача военкомата, основная задача военкома, это создание системы учета. Учета призывного ресурса, учета граждан, пребывающих в запасе, мобилизационного ресурса и так далее. То есть, вот этим мы занимаемся. Что грозит сегодня тому, кто вот все-таки при всех раскладах не пришел, сбежал, исчез? Административный протокол для начала составляется, потом дальше мы в органы, полиции передаем эти дела и мы сейчас будем эту работу строить с такого расчета, чтобы потом Следственный комитет, прокуратура и так далее. То есть дальше уже другую организацию. Хорошо. Если человек не имеет на то законных оснований, естественно, он будет, как говорится, наказан. Понятно, потому что эту работу я не скрываю, я сейчас ее начинаю тоже строить, поэтому как бы выстраивать единую систему, она будет прозрачна, так сказать, опять под общим контролем и общим надзором главы города и, соответственно, должностных лиц, которые в этой системе завязаны. Студент заканчивает высшеучебное заведение, но по возрасту он, в принципе, может быть призван. И если он призывается, то он призывается офицером или как? Молодой человек, закончив высшее образование, получив за почву, допустим, университет или институт, получить высшее образование, заключить контракт с вооруженными силами, с Министерством обороны и получить воинское звание офицера. Есть кафедры, куда можно на кафедрах обучаться, потом сборы проходить, им выписывается военный билет, выдается, точно так же, так сказать, проходит. То есть это все регламентируется законом. Ну и самое последнее, я думаю, не менее важное, для того, чтобы мы завершили тему, спасибо за ваши откровенные ответы. Сразу же скажу, в мою эпоху и до мою эпоху в армии все-таки тема дедовщины присутствовала, как ни крутит, и каждый, как говорится, сам решал ее на своем посту. Все зависело от руководителя того или иного подразделения, от каких-то общих веяний в армии. Вот вы, как военный комиссар, есть ли у вас какие-то сигналы, как сейчас в армии обстоят дела, потому что, опять же, родители, грубо говоря, вам передают своих детей, и они хотят понимать, что там происходит, скрывает ли сегодня армия какие-то случаи дедовщины, и есть ли у вас такая информация, какая профилактика идет. Ну, давайте так, я военкомом работаю, так сказать, пять лет. Не так давно я закончил службу в вооруженных силах в ряде командных должностей, там я прошел до командира бригады включительно, то есть, я все такое воинский коллектив знаю великолепно. То есть, я как бы знаю ту среду, в которую попадают призывники, то есть, и знаю ее и с той стороны, и с этой теперь стороны. Поэтому, я могу сказать, что более 30 лет прослужив, естественно, сейчас другая армия совершенно, даже не говоря о том, что один год они служат, сейчас по-другому, так сказать, там отлажены и бытовые условия для проживания, и юридическая основа, она там совершенно сейчас другая, то есть, ну, много внимания уделяет сейчас армия, то есть, бытовые условия там великолепнейшие, то есть, там казарма, она сама по себе, уже это то слово, которое казарма, вот мы привыкли его в свое время как бы осуществлять, что это рота, как минимум 100 человек, там все лежат навалом, нет, естественно, там же кубрики, там горячая вода, там душевая, там отдельно столовая на своих подносиках, там даже сонные, где этот, и сейчас, сейчас уже в армии существует, ну, то есть, условия, они оптимально приближены для того, чтобы человек там не мучился, а занимался именно той деятельностью, которой он может реально заниматься, и которая, к слову сказать, ему потом пригодится в гражданской жизни, то есть, сама по себе техника, которая поставляется, военная техника, вооружение, сейчас вооруженные силы, она же требует дополнительного, так сказать, знания, дополнительных занятий, и все прочее, то есть, не занимаются сейчас хозяйственной деятельностью, а поэтому условия для дедовщины, они практически искоренены. Давайте, когда вот схлынет призывная кампания, приходите, мы как раз на эту тему с вами поговорим, как помощь, потому что у многих почему-то всегда словосочетание военной комиссариат это только призыва, это не только призыва. Я и хочу об этом сказать, у нас очень много проблем, много работы. Спасибо огромное, Александр Александрович Королев, военный комиссар городского округа Люберцы, Дзержинские котельники Выткарина, Московской области, товарищ полковник, спасибо за откровенный ответ, это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пивненко, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова